У нас на работе есть один котёнок, и он не любит, когда его игнорят. Он требует внимания к его милашности. Елизавета пишет, у людей на работе котята есть. Это прямо радует, что есть такие работы. А у нас в универе был котейка, и он приходил ко мне на лекциях. Прикиньте, аудитория большая, там человек 80, и котейка заходит в эту аудиторию и идёт на ручки ко мне. Прикольно. Когда заводил котов, а выросли тюлени? Не, морские котики. Я вот тут подумал, а котики, это же сухопутные морские котики. Как вам такая мысль? Тигры не умеют мурлыкать. Чтобы показать радость, тигры щурятся или прикрывают глаза. Дело в том, что потеря зрения понижает защиту, поэтому тигры специально делают это, когда чувствуют себя в комфорте и безопасности. Ну, коты тоже так делают. Смотрят на тебя и закрывают глаза. Или медленно моргают. Это знак доверия. Властелин тьмы. Начало. Зря вы его откармливаете. Ой, зря. Наши животные, правда, похожи на нас. Моя кошка ест при каждой возможности. Засыпает на любой поверхности. Не любит общество, но обожает внимание. Мне кажется, что я её родила. Ну да, у меня с моей кошкой тоже есть некоторое сходство. Мы любим кушать и лежать. И смотреть мультики. Ехала в плацкарте. Женщина в возрасте перевозит двух котов белого и серого окраса. За этими котами какое-то время наблюдает мальчик лет пяти. Далее разворачивается диалог. А это у вас гуси? Почему? Ну как, один белый, другой серый. Два весёлых гуся. Вбиваю в поисковик. Как помириться? Он выдаёт с девушкой, парнем, подругой, мужем. А мне с котом надо. Ну, гугли значит, как помириться с другом. Кот же твой друг. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова. И это новый выпуск Мемозга с котиками. Поехали. Бесят, когда идёшь по своим делам, а тебя берут на руки и начинают тискать. Кошка пять лет. Я просто оставил коробку на улице на пять минут. Котов у меня нет. Их так и заводят, да? Наталья пишет, теперь есть. Ну да, так и заводят. Коты сами тебя выбирают. Коронавирус. Рекомендации от котиков. Чаще мойте свои лапоньки. Ведите здоровый образ жизни. Правильно питайтесь. Соблюдайте режим и высыпайтесь. Держитесь подальше от толпы. Не трогайте мордочку немытыми лапками. Если заболели, обратитесь к врачу. Любите котиков и не болейте. Песенка про меня и утро. Спят усталые котята, киски спят. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, а я совсем не киска. Снова еду я пахать. Когда мама купила тебе новый свитерок и говорит, что ты в нём просто солнышко. Когда просыпаешься от какого-то шебуршания на одеяле, открываешь глаза, а там... А там всё вокруг белое. И кот огромный на тебя смотрит. Какой же ты злой. Ничего я не злой. Я люблю котиков. Человек, любящий котиков, не может быть злым. Это я согласен. Да и вообще, человек, любящий кого-то, не может быть злым. Животных. Других людей. Хотя обычно это всё сочетается. Вот слушай. В чём смысл жизни? В лежании. Ну, а как же стремление к чему-то? Желание достичь великого. Оставить свой след в истории и так далее. Чувак, мы коты. Мы уже достигли всего, чего только можно. Мы альфа и омега. Мы вечность. Мы бесконечность. Нам остаётся лишь просто лежать и наслаждаться мирозданием, поддерживая стабильность всего бытия. Это ещё раз доказывает, что на котиках держится вся вселенная. Поняла, что кот в нашей семье ценится больше, чем люди, когда услышала, как мама говорит отцу. Саша, несуй свою морду коту в лицо. Морду коту в лицо. Это гениальная фраза. Кажется, это зеркало меня полнит. Тебе не кажется, кот. А ещё ты, по-моему, и без зеркала этого не особо худой. Я пытающийся от всего абстрагироваться. Суровая реальность. Вылезай, задница, у тебя кругом завалы. Уходи. Работал у местного провайдера. По заявке в частном доме оставил оборудование. С собой всегда рюкзак довольно просторный. Сделал всего рюкзак на спину и пошёл. Вернулся через 20 минут и отдал кота. Попытка бегства не удалась. Обожаю этого кота. У него такой шикарный взгляд. Кажется, он, используя твоё оборудование в рюкзаке, связался уже со своими. Я в 15 лет. Счастья за деньги не купишь. Не в деньгах счастье. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Кто до денег охочет, тот не спит и ночь. Я сейчас. Нужно больше золота. Да потому что в 15 лет тебе ни за что платить не нужно было. Тебе нужны были деньги только для развлечений. А когда ты становишься взрослым, ты начинаешь понимать, что жильё не бесплатное, еда не бесплатная. Даже интернет в твоём телефоне не бесплатный. Даже сам телефон твой не бесплатный. За всё нужно платить. Я не доверяю людям, которым не нравятся коты. Но я доверяю коту, когда ему не нравится человек. Или колбаса. И сосиски. Коты знают толк в колбасе. Ну и в людях. Я в 7 лет. Как дедушка может просто сесть в кресло и уснуть? Кто захочет спать днём? Я после универа. Виталий пишет, я и на парах так же делаю. Да, бывало, особенно на каких-нибудь скучных лекциях. Где-нибудь сзади садишься и... Коротко обо мне. Каждый божий день. А чего мы валяемся? У нас разве не хреново куча дел? Да, у нас просто пипец сколько дел. Ну тогда поваляемся и пойдём делать. Да, пойдём делать нашу хреново кучу дел. А хотя знаешь, пошло оно всё к чёрту. Валяться прикольнее. Знаете этот момент, когда проходишь мимо своего кота и такой... Хммм, а давно у него не было фотосессии? Фига себе автор мема заморочился с фотосессией его кота. А ещё посмотрите, там сзади какой-то котейка тык-дыкает. Вон жопа его торчит. Я маленькая грудная котичка. Я в ту сторону мотлю, мне грудно. Я в другую мотлю, мне грудно. Я до зипляма мотлю, мне грудно. Я хочу чего-нибудь кутненького. И в кловатку тёпую патоньки. Тогда будет не грудно. Но это не точно. Надо ещё сериальчик включить. Ты жалуешься маме на то, что уже второй день ешь одно и то же. Твой кот, который ест одно и то же на протяжении пяти лет. А я свою кошку иногда подкармливаю чем-нибудь вкусненьким. Ну, чтоб она не только сухой корм ела. Ну, там мясо какое-нибудь, колбаска бывает. Но она выпрашивает. Я не могу ей отказать. Состав котика. Котя 50%. Шерсть 50%. А представьте, если бы все коты были такими, как на правой фотке. Ну, хотя он всё равно довольно милый. Батарея разряжена. Сигнал со спутником потерян. Программа не отвечает. Связь с сервером разорвана. Запущен процесс в Патаньке. Мудрость дня. Научи человека давать тебе рыбу, и ты будешь сыт всю жизнь. Всю жизнь этого человека. Кот Фуций. В принципе, я ни на что не жалуюсь. О, у него глаза разноцветные, прикольно. Голубой и жёлтый. Прям почти как лёд и пламя. У меня, в общем и целом, всё в порядке. Меня всё устраивает. И вообще я само спокойствие. Не думаю, что меня вообще может что-то вывести из себя. Как же всё бесит! Это когда всё ништяк, идёшь по дому и ударяешься мизинцем о тумбочку. Когда ты антилопой спокойно ешь траву, но вдруг видишь, как съёмочная группа, снимающая документалку про леопардов, переводит фокус на тебя. Леопард, который не видит антилопу. Где кушать? Клятва котикам. Клянусь, никогда не обижать котиков. Клянусь, любить их и заботиться о них. Ваша клятва принята. Добро пожаловать в тайное общество котиков. Ну, скажем так, не такое уж оно и тайное. Сегодня на завтрак кот приготовил мне бутерброд с жопой. Это значит, что ему не понравился твой бутерброд. Ну там же колбасы даже нет. Родственники, когда мы уже услышим дома топ от маленьких ножек? Маленькие ножки. Алена пишет, это не маленькие ножки, а огромные тыгодынные копыта. Они маленькие и миленькие, но ночью в них вселяется огромная куча лошадиных сил. Всё, о чём я мечтаю, это чтобы мне когда-нибудь сказали то же самое. Так, ну вроде бы всё. Пока, котюля. Эй, ты кое-что забыл. Ты котик, тебе не надо на работу. Мам, гляди, я сделал круг на полу и наш кот зашёл в него и сидит. Классно, мам? Чудесно, сынок. Чем ещё порадуешь мать в свои 25 лет? Это прям про меня. Бывает, моешься у себя в душе, никого не трогаешь, а потом... Хоп! Лапки! Смотрите, какие они идеально розовые. Это значит, что кот уже был в душе. И сейчас не его очередь. Иди отсюда, пушистый. Дом там, где котик тебе место на парковке занимает. Сань, давай сюда, я тебе место занял. А лужу сзади это тоже он наделал. Но, видимо, долго ждал Саню. И чтоб места не терять, ходил прям там. Мой пёс думает, что еда в миске у кота вкуснее. Кот же думает, что вкуснее у пса. А вместе они считают, что у меня в тарелке блюдо от известного шеф-повара. А в реале мы все едим сосиски из одной упаковки. У кота выражение морды шикарное. Да и пёсель прикольный. Когда решил тихонечко пожрать среди ночи, но не успел остановить микроволновку до её сигнала, перебудив весь квартал. А боль от того, что весь квартал теперь услышал твою микроволновку, прибежит и будет требовать у тебя жрать. А ты лишь планировал тихонечко пожрать ночью один. Только что в течение 20 минут гладила очень толстую и очень мягкую серую кошку. Кровообращение улучшилось, давление стабилизировалось, психологическое состояние пришло в норму. У тебя или у кошки? Хотя, наверное, и у тебя, и у кошки. Гладить котиков полезное занятие. Для здоровья в том числе. Кто будет вторую порцию пельмитосов? Я. Ставь лайк, если бы тоже не отказался от пельмитосов. Нуарный барсик. Как же невыносимо наблюдать отсюда, с высоты птичьего полёта за этим городом, утопающим в руинах моральных устоев. За всем этим погрязшим в грехе сбродом, называющим себя людьми. Эти человеческие единицы навсегда лишились сопереживания и отреклись от любой благодетели, в каком бы виде она ни существовала. Барсик, я всего лишь отобрал у тебя шуршащий пакет, не драматизируй. Он тебе отомстит. Я не жаворонок и не сова, я что-то между. Могу встать очень рано и лечь очень поздно, могу поспать днём, могу спокойно заснуть ночью, могу спать до пяти вечера или вовсе проспать целые сутки. Эдакий человек-кот. Это как с работой. Могу пойти на работу в 7 утра, могу уйти в 12 ночи, могу вообще не ходить домой. Бросьте все дела, взгляните на эти меховые щёчки. Да, щёчки милые. Только если бы мне не сказали, что это щёчки, я бы, наверное, сразу не понял, что это за часть тела кота. Мой кот обожает мою комнату. Выходит оттуда только для того, чтобы пожрать и в туалет. Сейчас делаем ремонт, не пускаем его туда. Вчера был вялый, блевал. Свозили к ветеринару. Он сказал, что у кота нервный срыв. Такое бывает, ничего себе. Приехали домой, папа весь день орал на рабочих, подгонял этих лентяев, чтобы кот не нервничал. Правильно, главное, чтобы котик был в порядке. И заканчивайте уже ремонт в его комнате. В конце-то концов. Когда договорились с подружаней бегать по утрам, ты зашла за ней, а она спит. Превосходно, Наташа. Счастливо оставаться жирной. Самое смешное, что у тебя это, скорее всего, тоже единственный порыв. Ну, разок ты побегаешь. Ну, может, несколько разков. А потом будешь так же сладко спать, как и Наташа. Наливаю коту чистую воду в мисочку. Мой кот. А потому что нехрен пить из миски. Из-под крана вкуснее. Без денег, безработный, ком шерсти, беззаботный. Уровень спокойствия, к которому я стремлюсь. Вот это картофелина наверху. Понятия не имею, как так вышло, честное слово, говорит Котейка. И можно ему поверить. Как считаете? Назвал своего кота бегемотом, как в книжке. Кот-бегемот. Классно, у меня была такая в детстве, там разных животных раскрашивать надо было. Понятненько. Нам нужно расстаться. Вижу цель, не вижу преград. А преграда одна, дверь холодильника. Главное, чтобы Котейке его кто-нибудь открыл. А дальше он сам. Мне нужно пойти на учебу через несколько минут. Что я могу сделать? Никита пишет. Извините за опоздание, на мне уснул котик, и я не мог пошевелиться. Это должно войти в список уважительных причин опозданий. Согласен, давно уже пора включить. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. И не забудьте поставить лайк этому ролику, если он вам понравился, а также подписаться на канал, заценить мои другие видосы и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok